Девушки отдыхают Девушки отдыхают Зрителям, понимающим толк в том, что мы называем силой Сегодня в выпуске Женщины Лас-Вегаса Меня не покидают мысли Почему я стала проигрывать И что со мной Зал славы Белорусская сила На украинской земле Лас-Вегас Место проведения чемпионата мира по борьбе Продолжает жить своей жизнью Словно и не замечает тех страстей Которые разгораются под сводами Нью-Орлендс-арены Да и то сказать В местных казино бывают рождаются эмоции И помощнее Но нам нет дела дуробов азарта И их поклонению игровым автоматам Фактор силы верен своему долгу И старается быть поближе к событию Которое нас интересует больше всего Женская сборная Белоруссии Традиционно ведомая Олегом Райхлиным Как и парней Прибыла в Вегас загодя Тут стоит сказать Что необходимый для адаптации срок Вносит и свой негатив Не так и просто Сохранить моральные силы для старта Особенно чувствительны в этом отношении девушки И тренерскому штабу приходилось этот момент учитывать Конкуренция нынче мировой женской борьбе Уровнем мало чем уступает мужчинам И белорусские в очередной раз Убедились в этом на собственном опыте В 48 килограмм воровалась Виолетта Чирик Она победитель прошлогоднего Юниорского чемпионата Европы Но достойной существенной замены Чемпионки мира Каладинской Как бы не удалось Она отборолась в одну схватку Она проиграла чемпионки панамо-американских игр Аргентинке Аргентинка в то же время В следующую схватку тоже проиграла Закон такой Проиграл проигравшему Ты уже дальше смотришь соревнования Если ты Или федерация Или страна Не выставляет в этом весе Спортсменку На чемпионат мира То на олимпийских отборочных турнирах Ты не имеешь права участвовать А у нас три отборочных турнира В следующем году Европейский И два мировых Поэтому волей-неволей В надежде на Каладинскую Мы обязаны были Повести Виолетта Интересно очень Вес 53 килограмма Там боролась надежда Шушко Буквально за два месяца До чемпионата мира Она стала третьей На европейских играх Да, конечно Связывались с ней Определенные надежды Но она попала На Матсон На серебряный призер чемпионата Великолепная шведка Здорово очень борется Она ее проиграла Матсон вышла в финал И она начала утешаться Первое утешение у нее прошло С венесуэлкой Она ее довольно-таки Уверенно выиграла И ей пришлось Бороться за выход На олимпийскую лицензию С спортсменкой из Нигерии Дали название Как Саранча Она где-то под метр восемь страст Это привесит 53 килограмма Длинная, худая, неудобная Ну и дитя природы Такое Шушко, конечно Может где-то сломалась Ну не знаю Я пока с ней не разговаривал Но эту схватку Она тоже проиграла 55 килограмм Катя Гончар Это ко всему и моя воспитанница Хорошо отборолась Она выиграла У призера азиатской Казашки Потом выиграла У чемпионки Азии Очень сильной Японской спортсменки Стала в одном шаге За выход в финал И встретилась С средним призером Чемпионата мира Алагонова Россиянка Она ей уже два раза Проиграла И пока Я думаю Надеюсь пока Она не нашла К ней Подход Хотя что-то Сверхъестественное В Алагоновой Как я вижу Против Катей Но я не видел И за третье место Она хорошей украинке Проиграла Но это было Как бы На каком-то Спаде Вот Весь это 48 килограммов Первенствовала Эри Тасака Из Японии Почин подруги Поддержала Знаменитая Саори Йосида В весе До 55 килограммов Чемпионкой мира Стала американка Щеллен Марулис 58 килограмм Это для меня Конечно Серьезная потеря Была Настя Гучок Она в мировом рейтинге Перед чемпионатом мира Стояла на четвертом месте Не сложилась у нее Первая же встреча Опять-таки С родной сестрой Мацан Той, которая Шишко проиграла Они почему-то С этой Мацан Идут как по жизни На турнирах На всем встречаются После европейских игр Меня не покидают Мои мысли Почему я стала Проигрывать И Ну что со мной И я так не знаю Я думаю, что надо Задать этот вопрос Моему личному тренеру Возможно, он знает Причину И Естественно Будем это Исправлять как-то И Идти дальше Направленные цели Я думаю, что При нормальной работе При нормальной ситуации Которая будет складываться Здоровье Она На одном из этих Трех турниров Я надеюсь Завоюют лицензию На Олимпийские игры Ну а там уже Каких-то три месяца В 60 боролась Иванова Это не Олимпийская весовая Категория В первой же встрече Она встретилась Чемпионкой мира Среди молодежи Россианкой Липатовой 1-1 Остается полтора минуты Нервы на пределе У каждого Она пошла В такой захват Обоюдно острый Там даже Где хорошо себя чувствует Липатова И она Выполнила бросок И положила Липатова Полуфинал Она встречается С болгаркой Идет 7-1 И ситуация Такая И болгарка Берет Идет в захват Рискует Бросает И За две руки И уложит Хотя даже Это неожиданно было Для Ивановой Она поэтому Как бы могла Если бы другая Какая-то ситуация Она бы может быть Ее накрыла Но этого не произошло Я считаю Что это Ее просто неопытность Кстати Болгарка Стала третьим призером Чемпионата 63 килограмма Спортсменка Каптур Готова На любую медаль Я думаю Вот эта ситуация Помешала Она начала Может где-то Нервничать Плохо стало Со сном У нее Тем более Что она вышла Первую встречу С корианкой Она ее просто Укатала В этот ковер И вторая встреча У нее с японкой Японка Как бы Не считалась Там фаворитом И было видно Что японка Была готова К Маше бороться Она ее Уже до схватки Прочитала И она Машу Пару раз Оставила В ногах И Маша Начала проигрывать После перерыва Уже надо было Атаковать И рисковать На это Может быть Даже Психологически Не было Готова Маша Вот И она ей Проиграла Японка Выходит Финал Она стала Серебряным призером Чемпионата мира И для того Чтобы завоевать Лицензии Маша должна была Бороться С украинкой С чемпионкой мира Ну я говорю Овкровенно Я надеялся Маша атаковала И ткач Повела себя Так практически Как Повела Повела Японка Легкие веса По-прежнему Принадлежат Японии Чемпионка мира Каори Ичо В среднем весе Чемпионкой мира Стала Украинка Оксана Гергель В весе До 63 килограммов Золотая медаль Уехала в Монголию Продолжение следует